Ребята, товарищи, друзья, знакомые и просто случайно зашедшие на мой канал, приветствую вас. С вами обзорщик. В этом обзоре познакомимся с проектом MyShield. Интересный очень проект. Почитал я немножко о нём. Сейчас вам расскажу, что это за проект вообще. Это децентрализованная антискам-платформа. Строят они свою экосистему доверия. Давно очень нужен такой проект. Очень его не хватает. Потому что, во-первых, очень много скамов сейчас в ICO. И, естественно, это создаёт проблему всем инвесторам. В том числе все тратят на него своё время, деньги. И, да, проект в итоге оказывается скамом. И вот MyShield будет решать эту проблему. Собственно, это инновационная платформа. Надеемся, что она будет бороться эффективно с мошенничеством. И смотрите, как она вообще будет работать. Во-первых, здесь, смотрите, Forbes 3 апреля. Что про неё пишут? Что с проектом MyShields аккредитация отрасли возвращается обратно в руки криптосообщества. И предупреждает о различных мошенниках, различных скам-проектов. И также награждает тех пользователей, которые сообщают о мошенниках и делятся с другими членами сообщества. То есть, я так понимаю, что мы можем сами участвовать в проекте MyShields и сообщать о различных скамах, о подозрениях на скам. И получать за это награду, возможно, в виде токена проекта. И затем уже продать этот токен, либо оставить в рост. В принципе, решать уже самим владельцем токенов. И вот смотрите, что касается антискам-системы, как она будет устроена. Всё будет завязано на киберинтеллекте. Также будут люди, которые будут сообщать о скамах различных, либо о подозрениях. На скам всё это будет проходить через блокчейн, через приложение MyShields. Будет анализироваться и уже на выходе будет известно скам-проект или не скам-проект. Подробнее об экосистеме мы, конечно же, посмотрим. Что касается дорожной карты, здесь я перевёл на русский, чтобы лучше понимать, чтобы вам было понятнее. Смотрите, в первом квартале фонд был запущен, бренд-шилд, запущена бета-версия приложения. Затем модуль торговых площадок. Этот фонд, всё с этим фондом связано. В 2017-м уже социальные медиа были подключены. Разрабатывалась дальше концепция. Антифишинговое предложение для крипто-сообщества. Сейчас посмотрим, как. Крипто-антифишинговое сообщение было запущено. Во втором квартале был приват-токен-сейл, настартовал. В третьем квартале будет уже токен-сейл. Будет, собственно, доступно для нас всех. Сейчас в токен-сейл можно присоединиться, можно поучаствовать в покупке токенов. Интересно, как прошёл приват-сейл. Удачно-неудачно? Сколько инвесторов инвестировали? Возможно, об этом мы скоро узнаем, либо я найду информацию и расскажу вам в следующем видео об этом. Ну, вот смотрите, в первом квартале 2019-го будет бета-версия, выпущенная, пользовательская. Что дальше будет происходить? Будет, я так понимаю, дополнительная реализация расширения для хрома, да? То есть, расширение для хрома. Вот, то есть, мы что будем сразу в браузере, понимать скам, не скам проект или как это, интересно, будет реализовано. Дальше, значит, для кошельков будет разработано решение для безопасности, для большей безопасности кошельков от мошенников. Это тоже, кстати, очень наболевшая проблема сейчас, несмотря на то, что говорят, что блокчейн безопасен, но кошельки многие взламывают по незнанию самих пользователей, да? Плохо, либо приватные ключи вводят куда-то на сайте, либо сами данные свои теряют, либо недостаточно защищают свои кошельки. В общем, эта проблема сейчас стоит остро, ее, конечно, нужно решать. Вот, и дальше они будут расширяться. Вот, смотрите, в электронную коммерцию пойдут, да? Вот, и там будут антискамы, проекты, собственно, вычислять. Это тоже интересно, да? То есть, не только в криптосообществе будут там ICO, скамы различные, да, выявлять, но и в электронную коммерцию также пойдут. Смотрите, можно подписаться на новости, да, ввести ваш email и подписаться на новости. Также вводите ваш email и участвуйте в токен-сейле, пожалуйста, если у вас есть такое желание. Вот, в этом видео я с вами прощаюсь. Обязательно более подробно расскажу вам о проекте, да, посмотрим рейтинги, наверное, вот, и познакомимся с командой проекта. С вами был Обзорщик, всем добра!